Золото нашим! Сколько Украине придется заплатить за возвращение скифских артефактов и продолжится ли судебное разбирательство? Золото из крымских музеев – достояние Украины, даже если часть этой страны аннексирована. Такой вердикт Амстердамского суда. Правда, не без сюрпризов для украинской стороны. Мы должны будем заплатить за хранение. Когда ценности вернутся, пока сказать сложно. Подробнее. София Гордиенко. Рассмотрение дела делалось два месяца. Сам вердикт и пояснение к нему менее часа на голландском языке. Вынося решение, судья опиралась на определение юнойска, мол, ценности принадлежат суверенному государству. А Крым, автономная республика в Крым, в любом своем статусе таковым не является. После того, как сторонам выдали копию решения, представитель суда повторила все уже на английском. Для украинских журналистов. Экспонаты отправятся в Украину, так как они являются частью ее культурного наследия. Украина должна будет оплатить расходы Амстердамского музея за хранение и инвентаризацию экспонатов. Несмотря на то, что Украина обязуется выплатить музею Алларда Пирсона ни много ни мало, 111 тысяч евро, представитель Минкульта в общем и целом решением довольна. Мол, если надо, мы заплатим. Действительно, грунтовное решение, которое абсолютно подтвердило нашу позицию, что Украина является владимиром. Конечно, это не конец права. Если будут апелляционные позовы от Алларда Пирсона или от Крымских музеев, мы будем переглядать именно этот пункт решения суду и, возможно, давать застричный позов, как мы видим, лучший выход за оплату этих послуг. Но на сегодняшний день, в принципе, нас такие решения влаштовывают. Музейщики Голландии требовали еще и возместить услуги юрисконсультов. Но это прошение судья отклонило. Напомню, скифская часть экспозиции «Сокровище Чорного моря» после окончания выставки вернулась в Украину. А вот экспонаты из трех крымских музеев на полтора миллиона евро из сарматских курганов застряли в амстердамских хранилищах до решения суда. На суд из аннексированного полуострова приехала организатор выставки. Моя позиция такая, что вещи должны быть возвращены в те же двери, из которых они вышли. А как это будет происходить? Через сколько веков это произойдет? Да, это тоже отдельная история. План Министерства культуры Украины прост. Музейные ценности, по крайней мере до возвращения Крыма, должны перейти историческому музею в Киев. В зале Лавры сегодня хранятся сокровища скифов, которые тоже были частью экспозиции в Нидерландах. Вернулись, вот пожалуйста, золотой шлем из передеревой могилы Донецкой области. Это IV век до н.э. Там сцены с изображением сражения скифов друг с другом. Завидующий музеем исторических драгоценностей Украины уверен, были бы экспонаты, а место найдется. Вот маски керамически античного времени. Это первых веков нашей эры. Монеты античные еще есть. Вот ювелирные изделия. Эти вещи бесценны. Всегда есть место, где разместить такие вещи. Любой музей позавидует. Вот нашим вещам этим. Наши в принципе. Правда, когда более пяти сотен уникальных экспонатов попадут в Украину, сказать сложно. На практике судебные тяжбы могут длиться годами. Проигравшая сторона уже заявила, в отведенный трехмесячный срок подаст апелляцию. В случае проигрыша крымские музеи могут обратиться еще и в Европейский суд. А пока все это время сокровища будут храниться в подвалах Амстердамского университетского музея. София Гордиенко, Анна Каменева, Василий Тружковский. Подробности. Телеканал Интер. Амстердам. Нидерланды. В России решение Амстердамского суда считают обоснованным. По крайней мере, об этом заявила директор музеев Кремля. Елена Гагарина подчеркнула, в случае с крымским золотом исход вполне понятен, поскольку вывезенные предметы принадлежали Украине. А музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения. Прокомментировал решение суда в Амстердаме и президент Украины. По его словам, вердикт голландцев – это признание Крыма украинской территорией. На своей странице в Твиттере глава государства написал, цитирую, «Решение окружного суда в Амстердаме означает, что не только скифское золото украинское, Крым тоже украинский, Крым наш и точка». Еще на одни слушания в суде Нидерландов уповает Киев. Украина надеется, что дело о крушении Боинга-777 в небе над Донбассом в 2014 году будет рассмотрено голландской Фемидой. Об этом сегодня заявили в ГПУ. Кроме того, рассказали, Международная следственная группа установила 100 человек, которые имеют отношение к катастрофе лайнера. Речь идет о людях, которые участвовали в транспортировке ракетного комплекса «Бук», его экипажа и тех, кто отдавал приказы. При этом в Генпрокуратуре ищут очевидцев, которые могут дать показания и обещают им полную безопасность. В рамках следствия мы не оголошим вопроса, кто в данном случае подозреваемый или свидетельствам этих событий. На сегодняшний день нас очень интересует идентификация людей, так называемого Андрея Ивановича, с позывным «Ореон» и Миколы Федоровича с познанным «Дельфин». Решающее слово могут сказать голландцы и в вопросе о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это вопрос геополитической ответственности объединенной Европы. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и призвал лидеров ЕС завершить этот процесс. Что мешает ратифицировать документ сейчас и чего ждать от завтрашнего саммита в Брюсселе? Подробнее Татьяна Лагунова. Миграционный кризис, Сирия, Брекзит, санкции против России и отношения с Турцией. К перечню главных тем саммита лидеров ЕС добавился еще один пункт. На встрече в Брюсселе обсудят окончательную ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которую все никак не дает завершить одна страна – Нидерланды. Тему подняли сами Нидерланды. Премьер Марк Рютте нашел вариант, как угодить и вашим и нашим не проигнорировать мнения сограждан, которые на апрельском референдуме проголосовали против ратификации документа, но и Брюссель не подвести. Рютте предлагает компромисс. Нидерланды одобрят соглашение об ассоциации, но только если ЕС утвердит отдельный дополнительный документ. В нем должны быть закреплены следующие пункты. Ассоциация не предусматривает членство Украины в ЕС, гарантии военной и финансовой поддержки и доступа украинцев к европейскому рынку труда. Это почти ничего не изменит. Все знают, что соглашение об ассоциации не означает, что Украина, например, станет кандидатом на вступление в ЕС. Документ не предусматривает дополнительную финансовую помощь, что очень беспокоит Нидерланды. Основные требования Нидерландов не прописаны в соглашении об ассоциации. Проблема заключается в том, что это может ограничить отношения между ЕС и Украиной в будущем. Условия Нидерландов страны ЕС скорее всего примут. Страны ЕС не очень хотят соглашаться с такого рода вещами. Они стремятся дружить с Украиной. В то же время все равно вступают за ратификацию соглашения и готовы пойти на многое, если это не меняет текст соглашения об ассоциации. Еще один вопрос санкции против России обсудят скорее формально. Накануне Германия и Франция предложили продлить их еще на полгода из-за отсутствия прогресса в реализации минских соглашений. Ожидается, что официально пролонгацию утвердят уже на следующей неделе. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Страсти вокруг электронных деклараций. Антикоррупционные органы никак не могут прийти к согласию, кому и каким образом заниматься проверкой богатств украинских чиновников. Почему полноценный процесс анализа ЕС до сих пор не запущен? Разбирался Ярослав Кречко. Сотни миллионов наличными, раритетные книги и даже церковь. Высокопоставленные чиновники поразили нажитым непосильным трудом. Но спустя полтора месяца резонансные цифры в декларациях так и не привели к громким делам. САП заявляет, что их коллеги из нацагентства по противодействию коррупции саботируют разработку механизма проверок чиновничьих отчетов. Этот механизм на ПК разработали еще в ноябре, но месяц назад Министерство юстиции его отклонило. Сегодня стало известно, второй вариант Минюсту тоже не понравился. Якобы ни одна из справок не учтена. Несмотря на возможность обжалования проверок, в НАБУ уже заявили. После анализа декларации открыли 10 уголовных производств. Параллельно глава НАБУ Артем Сытник обвинил коллег из НАПК в том, что те не дают доступ к базе деклараций. На жаль, чему-то мы пока не залишили зрозумения в НАЗК, оскільки мы попросили открыти нам полный доступ, в соответствии с законодательством, до всех деклараций, для того, чтобы вся работа шла больше эффективно. Но где-то такого зрозумения ситуации мы там пока еще не побачили. В НАЦ-агентстве по противодействию коррупции на обращение Сытника отреагировали в тот же день, правда, лишь на своем сайте. Попросили воздержаться от давления. А по поводу доступа к базе заявили, предоставить его могут только по решению суда, причем по каждому отдельному случаю. Когда же будет утвержден и заработает механизм проверок и деклараций, в НАПК сегодня времени для комментария не нашли. Пообещали ответить на наши вопросы завтра. Еще один поющий, но задержанный ректор. Речь о руководителе одного из институтов Киева. Он погорел на взятке. Взяли на горячем во время передачи денег. Задерживали сотрудники столичной прокуратуры и управления экономики нацполиции. Ректор требовал взятку за восстановление в ВУЗе. Заявил на него сам студент, он же по совместительству работник одного из телеканалов. Теперь горе ректору грозит до семи лет тюрьмы, но, судя по всему, он не унывает и даже в наручниках поет. Радость и счастье новий риг всім бажаем новым роком. Вот это мой заработок. Свои послуги ректору оцениву 19 тисяч гривень. Двома этапами йому були передані ці кошти. И сегодня, под час одержания другого траншу в размере 15 тисяч гривень дана особа була затримана. Під час затримання зловомисник намагався позбутись грошей. Однак, за допомогою слідчо-оперативной групи та понятих все це було задокументовано. И ближе к вечеру появилась информация, кто же этот поющий горе ректор. Рассекретил его экс-министр образования Сергей Квитв в одном из комментариев в фейсбук. Итак, задержали ректора Института экранных искусств имени Ивана Николайчука. На сайте вуза ректором значится Юрий Перенчук. Среднее образование снова нещадно реформируют. Учиться в школе опять будут 12 лет. Правда, с 2018. Как доходчиво пояснила профильный министр Лилия Гриневич, реформа предусматривает, цитирую, переход от школы знаний к школе компетентностей. Проще говоря, это общение на государственном и иностранных языках, математическая и информационная цифровая грамотность. Изменится и оплата труда педагогов. Уже в следующем году их зарплаты вырастут на 50%. Заради чего цей 12-й рік? Для нас сейчас важны новые результаты этой новой школы для детей. Новая додана важность для нее. В связи с тем, что у нас будет 3-летняя старшая профильная школа, мы сможем бакалавра добывать за целой низкой специальностей не за 4, а за 3 года. А в Харькове сегодня митинговали студенты. Они боятся остаться без денег. В парламенте находится законопроект, согласно которому изменится принцип начисления стипендий. Если сейчас их получают 2 трети бюджетников, то после изменений сколько давайте кому будет решать Кабмин? В ручном режиме. Подробнее Светлана Шакера. Кто мы? Студенты! Чего мы хотим? В стипендию! Молодежь бросила клич в соцсетях и вышла на площадь свободы. Харьковские студенты боятся, что стипендии будут получать единицы. Если сейчас она положена 2 третьим бюджетников, то после принятия законопроекта размер выплат станет устанавливать Кабмин вручную. А сами они будут двух видов. Академическая по успеваемости и социальная для наименее защищенных. Будет получать столько людей, либо 10%, либо сколько установит Кабмин, либо ВУЗ. По рейтингу будет выставляться тоже ВУЗом, деканатами, ректоратами. И сумма тоже будет выставлена тоже Кабмином. Это урезает, во-первых, права, в первую очередь наши, и вызывает несправедливость. Студенты говорят, если лишаться стипендий, чтобы выжить, им придется работать и меньше времени уделять учебе. Живу отдельно от родителей, поэтому мне нужны деньги. Если у меня не будет стипендий, мне придется находить работу. И не факт, что я смогу учиться параллельно. К протестующим выходит чиновник от управления образования. Просит изложить претензии письменно и пытается успокоить учащихся. Вот там, где не будет, так сказать, хватать денег студенту, для этого предусмотрены для социально незащищенных или, скажем, слабо обеспеченных людей, для этого как раз и существуют будут стипендии социальные. Студенты отвечают, такой подход простимулирует разве что коррупцию. Это все приводит к тому, что будет гигантское количество липовых просто справок, да, о том, что показывающих, констатирующих, да, нищету студента. Бедность или там инвалидность или еще что-то. Студенты говорят, будут добиваться отмены нового закона и на компромисс не согласны. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Светлана Шекера, Александр Яновский. Принципиальная позиция нашей фракции, что пока не будет существенного увеличения пенсии, а мы показали еще в первом чтении, что можно сделать таким образом, чтобы пенсия средняя была предусмотрена в бюджете 3,5 тысячи гривен, пока этого не будет сделано, мы видим, что этих людей просто вычеркивают и жизни. И мы за этот бюджет никогда голосовать не будем. Наша позиция именно увеличение социальных выплат, увеличение пенсий и поддержка людей. Очередное повышение минимальных зарплат, обещает президент. Об этом Петр Порошенко заявил во время визита в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Вырастет, по словам главы государства, и средняя зарплата. Верховная Рада, напомню, на прошлой неделе дала добро на повышение минималки до 3200 гривен уже с 1 января. В начале это было, что средняя зарплата 3,8 тысячи гривен, нет, 4,5 тысячи гривен, нет, средняя зарплата должна быть 6 тысячи гривен. И для того, чтобы подтягнуть, мы договорились, что до конца года мы увеличим еще на 15%. Там же президент сообщил о том, что очередных призывов не будет. Мобилизация остановлена, и на фронте будут только воины-контрактники. По словам Петра Порошенко, это его решение. Кроме того, прокомментировал президент и переговоры Савченко с главарями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Действительно, очень шкодирую, потому что эта людина прошла величезные попробования. И я думаю, что такие шаги не ей не на пользу, не в стране. Утром в нейтральной зоне перед пропускным пунктом Майорск от пулевого ранения в голову умер мирный житель. Еще один мужчина получил ранение. Люди стояли в очереди, чтобы проехать на подконтрольную Украине территорию. В Министерстве обороны заявили, стреляли боевики. Подробности в материале наших корреспондентов. За лесопосадкой уже проходит линия фронта, разделяющая позиции военных и боевиков. Место, где стоит очередь мирных людей, это уже нейтральная полоса, неконтролируемая украинскими войсками. Сегодня утром здесь прозвучали два выстрела. Оба выстрела меткие. Одна пуля настигла 59-летнего мужчину. Ранение в голову оказалось смертельным. Вторая задела плечо другого мужчины. Эта территория не контролируется, мы не имеем туда доступа. Это серая зона. Коридор часто простерливается со стороны незаконных сборных формований. Чисто все это сделают поселы снайпер после закрытия работы КПВ. По грандслужбе заявили, огонь не открывали. На место преступления вызвали следственную группу. По информации нашего источника, нашли пулю калибра 7,62. Такие используют для стрельбы из автомата, пулемета и снайперской винтовки. Из-за близости к линии фронта люди, проезжающие по трассе, не раз оказывались в опасности. Страшно, конечно. Как не страшно? А что мы можем сделать? Мы голодные и холодные здесь сидим все. Первыми об обстреле на своих информресурсах сразу объявили боевики. Правда, детали исказили. По их версии, обстрелян автобус, после чего военные открыли минометный огонь. Но кроме выстрелов, очевидцы ничего не слышали. Я видела выстрел, и когда пришла, там уже лежит этот мужчина. Испуганные люди объясняют, выехали из оккупированных городов. Теперь приходится рисковать, чтобы хоть как-то присматривать заброшенными домами. Меня заставили выехать отсюда. Понимаете? Откуда? С горловки? С горловки. Нас стреляют каждый день. За что, спрашивается, нас вот это расстреливают и наказывают нас. Крыша побита была. Три мины в дворе пробила чердак этот. С моего двора утесы стояли этот. И стреляли друг на друга. И на нашей улице, улица Лесянского, сейчас нема ни одного жителя не живет. И она заминирована. И я вот это был, чтобы что-нибудь хоть отметиться, где, чтобы как, что. Я на свою улицу не попал. Спустя несколько часов людей начали пропускать. Анна Демиденко, Ирина Баглая, Андрей Костюк, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Участвовал в инсценировке боевиков. В этом на суде признался подозреваемый в шпионаже полковник Иван Безязыков. Он рассказал, боевики выдали ему оружие в плену, чтобы оказать давление и завербовать других украинских пленных. Но заверил, был вынужден участвовать в этом, поскольку опасался за свою жизнь. Сейчас в Шевченковском суде продолжают избирать безязыковую меру пресечения. СБУ подозревают полковников госизмене в сотрудничестве с боевиками и российскими спецслужбами. Гуманитарная катастрофа в Сирии. Накануне сирийские власти заявили о контроле над Алеппо, но сегодня бои там продолжаются. Что осталось от города и как международная общественность отреагировала на эти кровавые события, расскажут наши журналисты. С высоты почти птичьего полета отчетливо видно, во что после продолжительных боев превратился сирийский Алеппо. На кадрах ни одной целой постройки. Взрывы от снарядов в жилых районах слышны постоянно. Город почти полностью под контролем войск Башара Асада. По словам очевидцев, в населенный пункт колоннами покидают функционеры группировки Джейш Аль Ислам. А их опустевшие офисы занимают местные жители. Ищут еду. Они запрещают нам все. Нет молока, нет мяса, нет даже лимонов. У нас не было еды. Кадры, которые запечатлели местные жители во время боев за Алеппо, в течение последних нескольких дней облетели весь мир. Среди погибших и раненых есть дети. Сложившуюся катастрофическую ситуацию обсудили в ООН. Резкая критика звучала в сторону России. Вам должно быть стыдно. Однако вас, судя по всему, этот факт наоборот ободряет. Вы вообще способны чувствовать стыд? Представитель России в ООН Виталий Чуркин парировал. Мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которое построило свое выступление, как будто она мать Тереза. Все боевики вместе с членами своих семей и ранеными в настоящее время выходят по согласованным коридорам в тех направлениях, которые они сами выбрали. Президент Турции тоже негодует. Раджа Пердаган призывает остановить эскалацию конфликта. Он также обвинил Асада в нарушении режима перемирия. Выполнение соглашения может стать последней надеждой для людей в Алеппо. Поэтому мы призываем все стороны и международное сообщество поддержать и соблюдать перемирие. Неподконтрольными армией Асада в городе Алеппо остаются всего 2,5 квадратных километра. Там сейчас находятся вооруженные повстанцы. Анна Ильиних, подробности, телеканал Интер. Привлечь Россию к ответственности за обстрелы сирийского Алеппо требует премьер Франции. Он также призывает Москву гарантировать безопасную эвакуацию жителей города. А канцлер Германии Ангела Меркель призвала сирийские и российские власти к немедленному прекращению огня в восточной части города. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Грипп наступает. Какие регионы уже на карантине и когда медики обещают стране выздоровление? Кто в помощь? Как в Рибне украли миллион на глазах у правоохранителей? Круче, чем у Обамы? В США стартовала подготовка к инаугурации Трампа. Во сколько действия обойдется? Грипп продолжает наступать. Эпид-порог превышен уже в 11 областях и в Киеве. Только за прошлую неделю заболели более 300 тысяч человек. Прогнозы Минздрава неутешительны. Это только начало эпидемии. Пик заболеваемости ожидается в январе. Пока же официально подтвердили третью смерть от гриппа в Днепропетровской области. От вируса скончался 60-летний мужчина. И не исключено, что именно от гриппа на днях в Днепре умерла школьница. Все подробности выясняла Елена Миндалюк. Мирослава училась в Киеворосской школе номер 79 во втором классе. Еще в прошлую пятницу девочка была на уроках. На самочувствие, говорят учителя, не жаловалась. Была достаточно активна. Потом в неделю мы узнали про тот случай, что дитина померла. Что начало поднялась температура. И действительно она померла. В городском управлении здравоохранения рассказывают, в ночь на пятницу ребенку вызвали скорую. У девочки была высокая температура. Медика хотели забрать ее в больницу. Но мама не согласилась. Написал официальный отказ от госпитализации. А уже в воскресенье девочка умерла. Среди диагнозов, которые в первой бригаде выставляли, о гриппе речь не шла, стояло ГРВИ, стояли ряд сопутствующих заболеваний, каждое из которых могло привести к такому исходу. Что именно стала причиной смерти восьмилетней девочки, покажет медэкспертиза. Причиной смерти может быть все, что угодно. Отек легких, отек мозга, легочная сердечная недостаточность острая. Это процесс умирания. А от чего это произошло, это будет выяснено после результата всех необходимых обследований. Грипп тоже среди версий. Ведь в области уже официально подтвержден один случай смерти. Вирус убил 60-летнего мужчину из Днепра. За помощью к врачам он обратился на третьи сутки болезни. От госпитализации сначала отказался. Через день, когда состояние ухудшилось, снова вызвал врачей. Неотложка успела только довезти его до больницы. Грипп вируса А, штамп этот H3N2, это Гонконг. Агрессивность его очень высокая. Призываю всех людей, при любых симптомах, какие еще сопутствуют этой высокой температуре, все должны обратиться за медицинской помощью. Эпидпорог в Днепропетровской области превышен уже на две трети. Школы и детсады закрываются на карантин. И это только первая волна эпидемии, заявляют медики. Елена Миндалек, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Больше недели полицейские искали в ривне тело пропавшего строителя. Сегодня нашли за городом, в лесу неподалеку от Александрии. Суды медэксперты должны выяснить причину смерти Андрея Артвинского. Полицейские тем временем заявляют, что уже установили причастных к исчезновению мужчины. Попередньо было установлено, что именно он знал знак травм, связанных с нестанием смерти на строительстве по улице Киевской, которая належит Александру Бабата и других людей. Конечно, тело не могло по себе потрапить до этого лесного массива. Все-таки были причинны к тому, что сторонние люди. Сейчас они нам известны. Напомню, полторы недели назад родственники Артвинского заявили в полицию о его исчезновении. До этого, по их словам, к ним приезжал застройщик вместе с прорабом. Предлагали 100 тысяч замолчания и обещали вернуть тело. Близкие пропавшего не согласились. По нашей информации, застройщик, депутат горсовета Александр Бабат, владеет землей недалеко от того места, где и нашли тело. Разбойное нападение в Ривненской области. На ушах вся полиция. На жителя Нетешина, который менял колесо в машине, на обочине напали люди в масках и отобрали миллион гривен. По неофициальной информации, пострадавшие занимаются обменом валют. Больше знает и Нобелецкая. В Долбуновский район, трасса, жители Нетешины на обочине дороги спокойно меняют колесо в своем автомобиле. Как вдруг? Неведомые osoby, в количестве 4-5 человек, сделали разбойный напад на граждан, жителей в Министерстве, в Хмельницкой области, где заволодели грошевыми грошами в количестве 1 миллиона гривен. В этот момент на служебном автомобиле мимо проезжали работники сервисной службы МВД. Это бывшее МРЭО. Рассказывают, увидели происходящее, попытались вмешаться. Выбегают, люди в масках, начинают бить человека. В машине кричит женщина. Подбег. Он направил пистолет, начал стрелять. Я ухилился, прием в машину, и за ними. Началась погоня. Начали переследовать направление Ревного. Налетчики все же остановились. Бросили в лобовое стекло автомобиля правоохранителей сначала молоток, потом взрыв пакет. И лишь после этого снова открыли стрельбу. Преступники в итоге скрылись. Раним одного из преследователей. Злоумышленников до сих пор ищут. Полиция объявила в Ревненской области план перехват. Никаких подробностей розыскных мероприятий правоохранители пока не разглашают. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Ривне. Детективы НАБУ накануне прямо в аэропорту сообщили о подозрении главе Центра избиркома. Михаила Ахиндовского подозревают в получении взяток на общую сумму более 160 тысяч долларов. Защитники главы ЦИКа уверяют, дело сфабриковано. С объективной стороны уголовного правонарушения получения взятки, это дело не доказано. В нем нет ни одного доказательства, не установлено, кто давал, когда давал, где давал. Все строится на каких-то предположениях. В Запорожье на взятке погорел подполковник полиции. Сотрудник управления внутренней безопасности обложил данью частное предприятие. Каждый месяц он получал от бизнесмена на отбавку к зарплате 2,5 тысячи гривен. Взамен защиту от всяческих проверок обещал. Поймали взятка и его же коллеги. В кармане у него нашли 5 тысяч гривен оплату за 2 месяца услуг. На початку 2016 года правоохоронец был извольнен из органов внутренних справ через службовую невидоповедность. Однако уже в конце года решением Запорожьего окружного административного суду подполковника было поновлено на службе. Он и далее продолжил заниматься побором. Дело об убийстве Александра Цукермана могут передать в суд уже в феврале следующего года. Расследование на финальной стадии. Об этом сегодня заявили представители прокуратуры на судебном заседании, где продлевали меру пресечения главному подозреваемому в убийстве жителя Кривого озера. За процессом следил Кирилл Ющишин. Срок содержания под стражей Дениса Ляхвицкого истек. По данным следствия, именно он, водитель опергруппы, которая приехала усмирять Цукермана, практически в упор расстрелял мужчину, когда он лежал на земле, скованный наручниками. Ляхвицкий, утверждают следователи, стрелял из личного пистолета. Но подозреваемый заявляет, не виновен. Против продления срока ареста Ляхвицкий не возражал. А вот его заявление о своей невиновности вряд ли повлияет на ход дела, говорят следователи. Главную улику – оружие. Уже нашли водолазы. Пистолет Ляхвицкий выбросил в водоем почти сразу после убийства Сукермана. За эти два месяца прокуроры обещают закончить расследование и передать дело в суд. Следователи ждут лишь результатов экспертиз. Остальная доказательная база, говорят, уже собрана. Кроме Ляхвицкого, подозреваемыми по делу проходят еще трое его бывших коллег-полицейских. Им инкриминируют превышение служебных полномочий. Ведь все представители опергруппы избивали Александра Сукермана еще до того, как Ляхвицкий нажал на курок пистолета. Кирилл Юничишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер Николаев. Правительство не будет рассматривать проекты фонда госимущества до проведения там аудита. Такое решение приняли на заседании Кабмина. Премьер поручил своему первому заму Степану Кубеву до конца декабря подготовить механизм проверки фонда и найти авторитетную международную аудиторскую компанию. Напомню, неделю назад Владимир Гройсман пригрозил уволить главу ФГИ из-за сорванной приватизации Одесского припортового завода. Но сначала заслушать отчет Игоря Белоуса на заседании правительства и после этого внести свои предложения президенту. Я считаю, что мы должны создать серьезную группу, которая полностью перепроверит, как управляется майно. Или эффективно мы получаем деньги в государственный бюджет. Что сделано фондом для подготовки эффективной приватизации. Давайте залучим какие-то международные аудиторские компании. Я найду под это деньги. А к Кабмина сегодня пришли работники спиртзаводов. Речь тоже шла о приватизации. Что требовали люди и услышали ли их в правительстве. Подробности в нашем материале. Возле кабинета министров снова митинг. На сей раз отстаивать свои права пришли работники спиртовой отрасли. Митингующие уверяют, на госпредприятиях царит полный бардак. Контрафактный спирт производят и днем, и ночью. При попустительстве контролирующих органов, говорят спиртовики. Поэтому активисты и решили придать огласки теневые схемы. Более того, собираются ввести общественный контроль. Мы сегодня приехали, чтобы сказать про созданную резолюцию, про создание громадской организации, одну объединенную. Стоп, незаконный спирт. Мы утворим громадские патрули, которые будут отловливать разом с журналистами. Незаконный теневый спирт. И будем нашей слепой владе показывать, что не имитуйте нам сегодня свою работу. По мнению протестующих, есть много вопросов и к анонсированной правительством приватизации спиртовой отрасли. Работники боятся, что после продажи заводов могут попросту оказаться на улице. Приватизация проходит несправедливо. Проходят все в кишени. Люди, которые работают на заводе, им ничего не получается с этой приватизацией. Поддержал спиртовиковый представитель профсоюза в Верховной Раде Сергей Каплин. Народный депутат пообещал помочь активистам достучаться до власти. Профспирты являются категоричными противниками любой из ухвалы приватизации всего того, что вам належит. Мы уже имеем практику приватизации в условиях действующей и предыдущей влады. Что мы получили? Фабрики и заводы забрали олигархи, людям раздали папирцы и сегодня разгоняют этих людей. Пока митингующие бастовали, в Кабмине размышляли, что же делать с контрафактом и как быть с заводами. Мне нужно абсолютно открытость в работе предприятийства. Пока о возможной приватизации только говорят. Планируют на аукцион выставить заводы, работающие напрямую с водочными компаниями. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Для стабильной работы приватбанка нужно найти дополнительно 83 миллиарда гривен. Такой вывод финансовые эксперты сделали из отчета Нацбанка. Напомню, уже несколько недель в деловых кругах говорят о финансовых проблемах привата, а сегодня первый зампредправления банка Олег Гороховский на своей странице в Фейсбуке назвал это атакой на банк со стороны врагов. Тем не менее, аналитики не исключают, если в ближайшее время владельцы не решат вопрос докапитализации привата, может дойти до национализации банка. Если мы берем кредитный портфель приватбанка, 194 миллиарда гривен, и из них, наверное, порядка половины потребуют дополнительной докапитализации, и откуда и возникает 80 миллиардов гривен. Если собственники не готовы и не согласны с оценкой, то что будет делать национальный банк? Национализация, либо просто закрытие банка, то есть взвод временной администрации. Если это действительно просто национализация, то вкладчики, держатели денег приватбанки вообще не пострадают. Украина ожидает, что стокгольмский арбитраж в споре между Нафтогазом Украины и Газпромом примет решение в пользу Киева. А потом сообщил президент Петр Порошенко. Пороложительное решение может быть принято в марте 2017-го. По словам главы государства, после этого Украине удастся отменить грабительский контракт с Газпромом и, соответственно, снизить тарифы на голубое топливо. За последние два года цены на газ в Украине поднимали четыре раза и якобы довели их до европейского уровня. Но принцип оплаты за топливо остался прежним. В Европе потребители давно уже не платят за поставленную энергию, а не за кубометры. Когда же в Украине будет введен подобный принцип? Разбирались наши корреспонденты. Пенсионерка Анна Ивановна давно заметила, что, чтобы закипятить воду, приходится ждать дольше обычного. Женщина предположила, что все из-за плохого качества газа. Но специалисты уверяют, время закипания воды не показатель качества газа. Факторов значительно больше. Температура посуды, ее содержимого и даже высота местности над уровнем моря. В данном случае можем видеть, что вот данная плитка есть засорена. То есть, не нужно провести технический ремонт, от которого будет в дальнейшем зависеть качество горения и, соответственно, час закипания самой воды. О, теперь же горит лучше. Не есть желтого полумя. Мнение, что газ якобы смешивают с воздухом или азотом, газовики называют абсурдом. Технически это просто невозможно. Технологично природный газ неможливо разбавить как воздухом, так и азотом, потому что от 5 до 15% вместо кисня в газе происходит выбухонебезопасная концентрация. Один из главных показателей качества газа – калорийность. Определить, сколько энергии может дать сгорание конкретного газа, можно в специальных условиях. Сегодня газовики при нас сделали забор газа в двух городах и отправили пробы в лабораторию. Результаты анализу свидетельствуют, что калорийность газа Ивано-Франкевского – 8200, в Биткове – 8600. Согласно ГОСТу, калорийность должна быть не ниже 7600. Разная калорийность, допустима, говорят специалисты. Это зависит от региона, где добывают газ. Но даже сотые важны для потребителя. Например, хозяева двух домов одинаковой площадью 120 квадратов используют разный газ. У одних калорийность – 8800, у других – 8100. Чтобы поддерживать одинаковую температуру в помещении, владельцы первого дома потратят меньше газа, чем второго. За год разница составит около 1700 гривен. Чтобы уравнять потребителей, нужно перестать платить за кубометры газа, утверждает в НКР. Предложение НКРС сейчас находится на стадии обсуждения. Если его утвердят, Укртрансгаз и все газораспределительные компании обязаны будут совсем по-другому считать потребленный газ. В НКРС ожидают, что нововведения вступят в силу уже в следующем году. Анастасия Старовой, Джанна Дучак, Зиновь, Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Польше разоблачили группу вербовщиков, которые перевозили украинцев в Великобританию. В деле фигурирует три человека – женщина и двое мужчин, которые подделывали документы. Во время обыска полицейские обнаружили около сотни загранпаспортов и водительских удостоверений. За организацию переезда в Великобританию украинцы платили от 400 до 3000 евро. Сколько именно наших граждан успели вывезти, пока неизвестно. Месяц до перемен. В Вашингтоне сегодня стартовала подготовка к инаугурации Дональда Трампа. Вот только помимо американских военных, которые целый месяц будут планировать церемонии репетировать, поучаствовать решили и аферисты со всего мира. Чего ожидать во время масштабного празднования и за какие астрономические суммы уже сейчас пытаются продать билеты на церемонию. Дмитрий Анопченко об этом. 800 тысяч человек на улицах. Торжественная церемония у Капитолия, ее на весь мир транслировали. Масштабный военный парад для него отбирали лучших из лучших. Это кадры четырехлетней давности. Вторая инаугурация Барака Обамы. Все было как никогда пышно и торжественно. Но в этом году планируется еще более яркая церемония. Вашингтон пост посчитала, что на проведение инаугурации могут уйти рекордные 200 миллионов долларов. Большая часть этих денег уйдет на обеспечение безопасности, но еще на сам парад. Ведь Дональд Трамп распорядился, чтобы в этом году военных задействовали по максимуму. И как раз сегодня они начали подготовку. Изготовили огромную карту Вашингтона. Расставили на ней макеты зданий. Вот Капитолий, где пройдет присяга. Вот Белый дом, куда направится новый президент. На репетицию вызвали первых лиц всех военных подразделений. А еще полицию, президентскую охрану, секрет сервис, представители спецслужб. Чтобы все эти структуры не конфликтовали, их руководители учатся взаимодействовать. Ну а их подчиненным придется сутками маршировать и оттачивать каждое движение. В том числе и весь январь до 20 числа. Понятно, что в день инаугурации будет не только парад, будут многочисленные балы и ужины с первыми лицами государства. Куда-то пригласят активистов республиканской партии, тех, кто работал в штабах республиканцев в ходе этой кампании. Куда-то лишь доверенных лиц, ближайших советников и спонсоров кампании Трампа. Ну вот, что удивительно, на все эти, в том числе и закрытое мероприятие, для которых еще и расписание толком не составили, в интернете уже продают билеты. Дескать, вас позовут и на уединенный ужин с вице-президентом, и на дамский ланч, где будут две первые леди, супруги Трампа и Пенса, и на элегантный ужин при свечах с новым президентом, и на некое мероприятие черных галстуков. Цена сущие копейки, взнос от 100 тысяч долларов, а затем аукцион, где билеты получит тот, кто заплатит больше всех. Только вот сайт почему-то не англоязычный и перевод неграмотный. Например, заявленный на ресурсе бал черных галстуков это вечеринка, где обязательный дресс-код, так называемый black tie, что на самом деле предполагает смокинг с бабочкой, а вовсе не черный галстук, как написано. В комитете по инаугурации Трампа на мой прямой вопрос, мол, что за сайт и откуда такие цены, удивились, пожали плечами и пообещали все расследовать. Так что, похоже, что на грандиозном событии просто пытаются нажиться мошенники всех мастей. Ведь в мире достаточно толстосумов, которые готовы открыть кошельки и заплатить любую сумму, лишь бы оказаться в этот день, 20 января, в день инаугурации, здесь, в Вашингтоне, в компании. Первых лиц Америки. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала, Интер. В Атлантическом океане зафиксировали мировой рекорд. Рукописную книгу Джоан Роулинг продали за баснословную сумму, а Джонни Депп отказывается платить бывшей возлюбленной. Подробнее об этом и не только в нашем обзоре. Рукописная книга Джоан Роулинг ушла с молотка на Сотби за 468 тысяч долларов. Сказки Барда Бидля одна из семи книг, которую Роулинг написала и проиллюстрировала собственноручно. Она в кожаном переплете, инкрустированном камнями. На форзаце дарственная надпись. В 2007-м писательница подарила книгу издателю Барри Каннингему, опубликувавшему первый том Гарри Поттера. Джонни Депп не хочет расплачиваться за рукоприкладство. Актер отказался отдавать бывшей жене Эмбер Хёрд почти 7 миллионов долларов компенсации. Говорит, она не имела права рассказывать о домашнем насилии публично. Этим актриса нарушила договоренность о разводе. Но Эмбер сдаваться не собирается и подала в суд во второй раз. Деньги Деппа планируют отдать на благотворительность. 19-метровая волна в Атлантическом океане. Гиганта зафиксировали между Исландией и Великобританией при помощи специальных буев. Метеорологи уверены, открытие играет важную роль для обеспечения безопасности морской отрасли. Прежний рекорд 9 лет назад был также установлен в Северной Атлантике. Волна была почти на метр меньше. Китайцы вылезли из герметической капсулы. Эксперимент в жизни в нечеловеческих условиях завершился. Полгода четверо добровольцев учились перерабатывать воду, воздух и еду для повторного использования. Эксперимент полностью повторял условия на космическом корабле. Все прошло удачно. Но участники говорят, мечтали о теплой ванне и свежей еде. Финансовый кризис в Бразилии ударил и по статуе Христа Спасителя. Седьмое чудо света и визитная карточка Рио-де-Жанейро под угрозой разрушения. А денег на сохранение статуи нет. Чтобы собрать средства, в местной епархии запустили компанию Друзья Христа Спасителя. Впервые в международном матче под эгидой FIFA судья назначил пенальти, посмотрев видеоповтор. Во время матча Атлетика Националь и Касима Антлерс был спорный эпизод. При подаче со штрафного Атлетика упал игрок Касимы. Венгерский арбитр Виктор Кашаи воспользовался повтором. В результате рефери назначил пенальти в ворота Атлетика, который реализовал Эндо. Владимир Кличко сразится на ринге с непобедимым британцем. Энтони Джошуа чемпион мира и в его профессиональной карьере пока не было ни одного проигрыша. Какой настрой у боксеров и каковы шансы каждого? Сознания Чернецкая пообщалась со спортсменами на лондонском стадионе. Очень сложно переоценить важность этого боя для Владимира Кличко. После разгромного поражения от британца Тайсона Фьюри в его карьере образовался перерыв на полтора года. И этот апрельский бой станет для него шансом вернуть былую славу и завоевать титул трехразового чемпиона мира. Традиционная дуэль взглядов на лондонском стадионе Уэмбли. Через четыре месяца боксеры встретятся здесь снова, но уже на ринге. Мое последнее выступление было не на высоте. Я не поднял в конце боя руку вверх, как это было последние одиннадцать одиннадцать с половиной лет. И моя мотивация сейчас выше неба. 27-летний Антони Джошуа всего три года в профессиональном боксе. Из 18 поединков ни одного проигрыша. Более того, все закончились нокаутами соперников. Отправить Владимира в нокаут стало бы вишенкой на торте. Это бой, который за одну ночь превращает чемпиона в легенду. Не правда ли? Владимир Кличко оценивает шансы на победу 50 на 50. У спортсменов примерно одинаковые параметры. Рост, размах руки, сила удара. Боксеры рассыпаются в комплиментах друг к другу. Они давно знакомы. Как бы не закончился этот бой, я искренне верю, что он один из лучших тяжеловесов сейчас. Я очень уважаю Владимира Кличко. И не только за его достижения, но и за то, какой он человек. Сам Кличко впервые за 10 лет собирается забрать пояс у чемпиона, а не наоборот. В марте ему исполнится 41, но об окончании карьеры пока ни слова. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей Юэй, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова